Здравствуйте! Рада приветствовать всех, кто интересуется такой сложной проблемой, как неостыния. Я надеюсь, что сейчас произойдет подключение у всех. Надеюсь, что всем хорошо слышно. Пожалуйста, если вы слушаете это все в прямом эфире и есть сложности с записью, пожалуйста, дайте знать. Итак, рада приветствовать вас. Мы сегодня поговорим о современных аспектах неостыния. И, конечно, в рамках нашего часа мы сможем обсудить только самые простые, самые базовые аспекты. Углубленные, подробные семинары, когда он будет проходить, я расскажу чуть позднее. Меня зовут Цинзерлинг Наталья Всеволодовна. Я кандидат медицинских наук, врач-невролог. Много лет занимаюсь проблемами астении. О чем сегодня мы с вами поговорим? Вкратце обсудим, почему проблема, собственно говоря, так актуальна и актуальна ли она на самом деле. Коснемся немножко вопросов эпидемиологии неостынии. Поговорим о самых базовых таких аспектах и теологии, и патогенез в неостынии. Обсудим классификацию, коснемся вопросов диагностики неостынии. Обсудим дифференциальную диагностику. Ну, очень кратко, да, потому что в рамках одного часа, конечно, невозможно углубленно рассмотреть эту программу. И углубленное рассмотрение программы будет посвящен отдельный полноценный однодневный семинар. Ну, и обсудим сегодня также стратегии лечения, как медикаментозный, так и хирургический. Для начала мне хотелось бы всегда отметить, что миостынии является таким очень показательным заболеванием. В том смысле, что она очень хорошо показывает, сколько сделала сила науки для жизни пациентов, для их здоровья. Очень показательно. Почему? Почему это так? Вот посмотрите, в 30-е годы, какие перспективы были у пациентов? Порядка 90% пациентов, которых начиналось, развивалось миостыния, их ждал летальный исход в течение двух лет от начала заболевания. Но посмотрите, уже в 50-е годы процент летальных исходов существенно снизился. И причиной их стали в основном кризы. В чем же здесь причина? Причина как раз в том, что именно в этот период, в 30-е годы, ученая Мэри Уокер, она сделала такое поразительное открытие, действие на миостынические проявления антикуроризирующих факторов. Эзерина, позднее простегмина. И именно это открытие, оно послужило в будущем широкому использованию антихолиностеразных препаратов как базисной терапии миостынии. И именно вот этим обусловлено то, что за период порядка 20 лет так существенно снизилась частота летальных исходов от этого заболевания. Ну и следующий такой поворотный этап, он случился где-то в 80-е годы, тогда, когда уровень смертности среди пациентов с диагнозом миостыния примерно сравнялся с уровнем популяции. Это связано с тем, что в этот период активное использование, были внедрены иммуносупрессанты, извините, пожалуйста, в частности азотиаприн, который сейчас относится к одному препарату из золотого стандарта лечения, патогенетического лечения миостынии. Что касается вообще еще краткой немножечко истории изучения миостынии, впервые клиническое описание миостынии было в 17 веке. Господин Томас Уиллис его совершил, английский врач, известный, и он так описал первую пациентку с миостынией. Это была женщина, которая постепенно и временно теряла силу и возможность говорить, пока не стала молчать, как рыба. Ну, такое достаточно поэтичное описание. И с того момента, конечно, очень уже активно стало и в литературе встречаться описание миостынических, пациентов с миостынией. И уже с 15-го, с 17-го века ведет свое начало исследования истории изучения миостынии. Что касается частоты встречаемости в мире, то она представлена здесь на слайде. Разнятся разные данные, но в целом это от 25 сотых до 20 случаев на 1 миллион населения. В России встречаемость порядка 9-15 случаев на 100 тысяч населения. И очень важно, что для миостынии популяции характерны два пика заболеваемости. Первый пик приходится на возраст от 20 до 40 лет, и в этом возрасте чаще болеют женщины, чем мужчины. И вот этот аспект мы будем разбирать подробно на очном семинаре, который пройдет 9-го октября. Потому что здесь вот этот пик заболеваемости, он очень часто, очень тесно связан, естественно, с репродуктивными вопросами. Второй пик заболеваемости приходится уже на возраст такой более солидный, 60-80 лет. И здесь нет никаких гендерных различий по заболеваемости. Для миостынии также очень характерны сочетания с гиперплазией вилочков железы или наличием в ней опухоли той или иной. Из них опухоли тимома составляют порядка 10-15%. Также для миостынии достаточно характерны сочетания коморбидность с другими аутоиммунными заболеваниями, как рематоидный артрит, красная волчанка или аутоиммунный тиреоидит. Что касается этиологии, сама по себе миостыния представляет собой совершенно классическое аутоиммунное заболевание, при котором возникает аутоиммунный блок от синаптической мембраны, нарушается процесс связывания ацетилхолина со своим рецептором, дальше следует комплиментно-посредованная деструкция ацетилхолинового рецептора, потеря чувствительности и деградация разрушения рецептора. Это, скажем так, основной механизм. Основной, но не единственный. Важно понимать, для клинициста важно понимать, что симптомы заболевания появляются не сразу, а только тогда, когда количество ацетилхолиновых рецепторов составляет порядка 30% от обычного нормального количества. В клинической практике в настоящее время выявляют два основных типа антител, которые важны как для диагностики, так и для планирования выбора терапии. Первый, конечно, вид антител – это антителак ацетилхолиновым рецептором. Они являются порядка 85-90% пациентов. И вторая группа антител, которые имеют в настоящий момент такое распространенное, важное клиническое значение – это антителак мышечно-специфичный кеназик МАСК. они выявляются в меньшем количестве у пациентов, это порядка 5%, но их выявление имеет очень важное значение для выбора тактики лечения. И об этом я буду подробно рассказывать на научном семинаре, почему это важно и какой препарат стоит выбрать именно для лечения этого вида заболеваний. Что касается генетической предрасположенности, скажем так, это один из самых важных вопросов, которые задают пациенты на приеме. Прямого наследования генетического, если мы говорим про аутоиммунную классическую миостынию, нет. Есть выявлены определенные ассоциации с главным комплексом гистосовместимости. Они немножко отличаются у пациентов до 40 лет и старше 40 лет. Тогда как у пациентов, страдающих в миостынии, ассоциированы с тимомой вилочковой железы, то никаких генетических предрасположенностей в принципе не выявлено. Ну и, конечно, есть еще такой важный очень момент, что поскольку не существует прямой ассоциации генетической предрасположенности, но существует предположение, что у этих пациентов повышена частота аутоиммунной патологии. Ну и в научных кругах широко обсуждается вопрос о том, не имеет ли место врожденный дефект иммунной регуляции. Что касается патогенеза. В рамках такого сегодняшнего часового короткого семинара не буду глубоко углубляться. Напомню основные факты, которые достаточно широко известны. Что в норме потенциал действия, вот он здесь отмечен, его распространение до отдаленного конца аксона, оно стимулирует выделение ацетилхолина, здесь отметил желтенькими, в синаптическую щель, где называется ацетилхолиновым. Ацетилхолина с деполяризацией мембран клеток, которые завершаются в свою очередь, гидролизом ацетилхолина при участии ацетилхолина стераза. Как я уже говорила чуть раньше, взаимодействие тела с ацетилхолиновым рецептором, оно возможно путем трех механизмов, которые встречаются, собственно, отличия, которые могут отличаться. Обязательно блокируют сайт с ацетилхолином, с ацетилхолином. Если есть проблемы с записью, с видео или с аудио, пожалуйста, дайте знать. Второй механизм, как я уже говорила, это комплимент опосредованной лизис мышечной пластинки нервно-мышечного синапса, который выявляется тем, что проявляется очень долговременно, на долгий срок снижается число активных ацетилхолиновых рецепторов. И третий механизм – это перекрестный реагирование антител с мышечной пластинкой, вот с этой вот самой, и степень, и за счет этого появляется тот процесс, что ацетилхолиновые рецепторы, они погружаются в саму пластинку и уменьшают, таким образом уменьшается число активных ацетилхолиновых рецепторов. Что касается классификации, вопросов здесь очень много, потому что миостыни относится к одними тех заболеваниями, классификации которых существует самое большое, наверное, количество. Более того, что есть классификация, которая традиционно используется, например, в Петербурге, и классификация, которая больше используется в Москве, разные подходы немножечко есть. Существует классификация с выделением миостыни, с разделением миостыни по характеру или течения, она была предложена Барис Масевичем Гехтом. По ней выделяются миостынические эпизоды, то есть это однократные эпизоды или какое-то заболевание миостыни с ремитирующим течением, миостынические состояния, то есть такое стационарное, ровное течение заболеваний и злокачественная, быстропрогрессирующая форма. Существует, были предложены также классификации по локализации, ну, соответственно, глазная форма, бульварная, лицевая, туловищная форма. Генерализованный процесс с указанием наличия или отсутствия бульварных проявлений, по степени тяжести двигательных расстройств, легкая, средняя степень, тяжелая и с указанием степени компенсации мышечной симптоматики на фоне терапии. Это может быть полная компенсация, достаточно или неполная. Но вот на слайде представлена классификация, предложенная Американским фондом исследований миостыни в 2000 году, которая, в общем, активно используется и как в нашей стране, так и за рубежом. И для клинического применения использование является одной из самых удобных. По этой классификации, как вы видите, выделяется пять классов заболеваний. Первый класс – это изолированная глазная форма миостынии без каких-либо проявлений генерализации. И второй, четвертый класс – это разной степени выраженности проявлений генерализации заболевания. И со второго по четвертого класса выделяются подклассы, собственно говоря, которые отличаются степенью вовлечения, степенью скелетных мышц, лицевых мышц, пульварных мышц и наличием или отсутствием дыхательных расстройств. Ну и пятый класс – это, собственно говоря, реанимационное состояние, требующее интубации. Здесь, конечно, никаких уже подклассов не выделяется. В практике в настоящее время используется такое сочетание классификации описательного, которое указывает локализацию процесса, например, пульварная форма или глобочно-лицевая форма, степень тяжести проявлений и дополнительные указания по классификации американского фонда неостынии МДФА. Что касается диагностики. Это очень важный, конечно, вопрос. И здесь в рамках семинара у меня получится рассказать достаточно кратко о нем. Тогда как в бочном семинаре я посвящу диагностике много времени, потому что именно здесь возникает много нюансов, скажем так, и сложностей. Первый пункт звучит очень скромно. Клиническая картина. Всего лишь два слова. Но именно за тем, насколько врач-невролог подробно соберет анамнез и подробно проведет специфический мышечный осмотр пациента, именно за счет этого на этом и будет строиться все дальнейшие, скажем так, ход клинической мысли врача. Чем более подробно собран анамнез, тем более подробно осмотрен пациент, тем более вероятно постановка диагноза, скажем так, в более короткие сроки. На что же стоит обращать внимание в клинической картине? Очень важно тогда, когда мы собираем, даже до клинической картины, очень важно при сборе жалобы и анамнеза обратить внимание на то, что пациент жалуется на безболезненную мышечную слабость, которая усиливается при нагрузке. Причем эта мышечная слабость может касаться всех разнообразных крупмышц. О том, что эта слабость, она имеет волнообразный характер, флуктуирующий такой. Она может быть временной, переходящей, особенно на ранних стадиях заболевания и в таком относительно благоприятном течении. Примерно в 15-20% в процесс вовлечена только глазная мускулатура. Да, и начинается чаще всего тоже с глазодвигательных расстройств. Чаще это жалобы на ктос или на появление диплопии. Важно также следить при сборе анамнеза, обращать внимание на то, как меняется, менялась симптоматика во времени. нарастала ли она и нарастала она или нет. Есть ли связь с теми или иными событиями о триггерных факторах расскажу чуть позже. При осмотре обращать внимание, скажем так, очень специфический производится осмотр с выявлением клинических синдромов пареза глазодвигательных мышц, мышцы, поднимающие верхнее веко, слабости в конечностях и причем с акцентом на максимальной отделы конечностей, нарушение и степень вовлечения в патологический процесс бульбарных мышц. На приеме можно еще провести очень несложный тест, ну не тест не сная отдыха такой, подумайте, это при осмотре, при осборежала пациента можно с ним обсудить. Ну, тест со льдом, приклад при наличии выраженного глазодвигательной симптоматики сейчас, особенно птоза, прикладывание на не менее минуты льда в области на веко, приспущенное веко вызывает уменьшение птозы. Нагрузочный молоточковый тест или тест лобзина и проведение определенных тестов на мышечную утомляемость с выявлением или появлением мышечной слабости. к диагностике также относится прозырин, выполнение прозыринового теста, о нем скажу подробнее чуть позже, но также хочу сказать, что прозыриновый тест, он не является, скажем так, основополагающим для того, чтобы поставить диагноз миостыни. Прозыриновый тест будет положительным в большинстве случаев серопозитивным, в большинстве случаев тогда, когда мы говорим о серопозитивной миостыни. Но мы помним, что не все формы миостыни, они связаны с выработкой именно антителкоцетилхолийного рецептора. Если это не такая форма, то прозыриновый тест может быть ложно-отрицательным или сомнительным, но при этом это не будет говорить о том, что миостыни нет. В диагностическом алгоритме важное место имеет определение антителкоцетилхолийного рецептора. Как я уже сказала, они будут выявляться в значительной части случаев, но не во всех. И особенно при глазной форме миостыни. Важно понимать, что когда мы говорим глазная форма миостыни, здесь есть такой очень нюанс постановки диагноза. Если мы видим пациента впервые и у него нет с собой какой-то давней клинической истории, как долго у него существуют его жалобы и заболевания, мы можем только предположить о том, что это форма глазная. Только, согласно европейским рекомендациям, только трехлетнее наблюдение за пациентом позволяет нам окончательно поставить диагноз глазной миостыни. Потому что три года считается тем сроком, за которым, если уже не произошла генерализация, то вероятности уже она стремится к нулю. Также к диагностическому алгоритму относятся и выполнение КТ переднего средостения с контрастированием. Там тоже есть нюансы. Выполнение стимуляционной НМГ, ну, в принципе, декремент теста, декремент теста, конечно, выполняется. Что касается дополнительных обследований, они, конечно, могут быть и должны быть в зависимости от каждого индивидуального случая. Ну, в частности, вот то, что здесь важно понимать, что если дебют заболевания начинается с глазодвигательной мускулатуры и с поражения бульбарных мышц, то здесь важно выполнение МРТ головного мозга, иногда МРТ орбит. Ну, здесь надо понимать, что, конечно, это такие индивидуальные нюансы будут в каждом конкретном случае. важно также добавить обследование по профилю щитовидной железы, потому что, как я говорила в самом начале, сочетание миостыни с разными другими аутоиммунными поражениями, в частности, с аутоиммунными щитовидной железы, очень характерно. На этом слайде представлены основные клинические особенности. Здесь я могу только перечислить и сказать, что каждую из них, конечно, нужно подробно разбирать, но самое важное, то, скажем так, на основании чего будет строиться ваша клиническая, скажем так, стратегия, тактика клинического мышления, по поводу пациента. В первую очередь симметричная слабость конечности, и в основном это максимальное отделы конечностей, в первую очередь верхних конечностей. Степень слабости варьирует в течение дня и усиливается после физической нагрузки. Там есть определенные такие нюансы опроса пациента. При этом нет изменения со стороны рефлекторного фона, нет изменения мозжечковых проб, нет нарушений чувствительности, выпадений чувствительности никаких. Но понятно, что здесь мы говорим о том, что мы описываем идеального пациента с неостемией, у которого нет никаких сопутствующих заболеваний. Порядка 50-85% случаев заболеваний начинается с глазной симптоматики. и примерно 50-60% из тех, кто начался, из тех пациентов, у кого дебют заболевания начался с изолированной глазной симптоматики, в срок до 3 лет произойдет генерализация симптомов. И только на порядка 15-20-25% останутся изолированной глазной формы. Важно понимать, что так как и любое другое аутоиммунное заболевание, триггер, которые могут запустить как сам первичный дебют заболевания, так и период обострения, в общем, больше из них она касается таких на самом деле общих понятий, общих триггеров для всех аутоиммунных заболеваний. Различные оперативные вмешательства, эмоциональный стресс, изменение гормонального статуса, как то, беременность, роды, послеродовый период, менструация, какие-либо интеркурентные заболевания. А здесь еще такой важный момент, который касается только миостыни, который на большом семинаре будем разбирать подробно. Это неадекватная терапия самого заболевания. Здесь, конечно, речь уже идет про обострение, потому что слишком неаккуратно назначение дозы препарата, снижение дозы препарата, оно может вызвать обострение. Миостыния, здесь вот и существует много таких практических нюансов. Ну и лекарственная индукция, в первую очередь, здесь, конечно, если самое большое значение, имеет препараты магния, особенно для внутривенного ведения. Что касается прозыренного теста, как всегда, да, я сказала о нем, что да, он входит в диагностические критерии, но он является абсолютным, да, абсолютным доказательством того, что миостыни, если он положительный, скажем так, да, он скорее докажет, что миостыни есть, но если он отрицательный, то это совершенно не говорит о том, что миостыни нет. Он может быть отрицательным в том случае, если мы говорим о серонегативной форме или о местах не ассоциированной с маской антитела. Проводится достаточно просто. Сначала проводится и первичная оценка мышечного статуса пациента, в том числе с нагрузкой на глаза двигательные мышцы, мышцы мягкого неба, мышцы верхней конечности, нижних конечностей, после этого вводится подкожно 2 млитра 2 кубика раствора прозерина, 20-30 минут пауза и после этого проводится повторная оценка мышечного статуса пациента. Важно понимать, что нет идеальных методов доказательств, диагностических методов, методов, которые бы нам сказали однозначно, что есть миостыния или нет. Это все диагноз ставится по совокупности факторов. Есть такие очень тонкие нюансы, то, что может быть ложноположительный титр к ацетилхолиновым рецепторам, титр-антититр к ацетилхолиновым рецепторам. Может быть, в том случае, если у пациента есть тимома, но при этом нет миостыния, это такие случаи тоже есть. Если есть синдром Ламберта Иттона, мелкоклеточная карцинома легкого, если пациент проходит лечение по поводу ревматоидного артрита с использованием пенициламина, так называемая пенициламиновая миостыния или миостыническая реакция, ну и самый такой вот коварный момент, что у 1-3% популяции старше 70 лет, он, в принципе, может быть сам по себе ложноположительнее. Но при этом мы, конечно, говорим о том, что этот титр не очень высокий будет, положительный, но не очень высокий. Что касается дифференциальной диагностики. Здесь представлен только один слайд, да, и всего лишь перечислено пару слов, да, но на самом деле за этим слайдом кроется большая подробная беседа о том, что именно, на что именно обращать внимание, да, на что обращать внимание при сборе анамнеза, при сборе жалоб пациента, при осмотре пациента, как строить свой осмотр клинический. Ну, вот в частности, например, можно сказать, что вот если мы говорим про синдром Ламберта Итона, почему я всегда его обычно первым уделяю, потому что в первую очередь это один из таких синдромов неостаноподобных, клинических неостаноподобных, который связан с некоторыми, с несколькими онкологическими заболеваниями, если мы говорим о вторичном синдроме Ламберта Итона. Вот, и именно вот при нем, например, будет более характерно проявление слабости и утомляемости в максимальных отделах ног, в отличие от миостынии, когда мы говорим о поражении дистальных отделов. И, например, для синдрома Ламберта Итона ему будет характерно развитие так называемого сухого синдрома в связи с тем, что поражается и вегетативная нервная система примерно. Будет характерно для него выпадение рефлексов или снижение их тогда, как при миостыне этого не будет. Ну, и, в общем, по каждому вот этому моменту есть очень много нюансов. Соответственно, нюансы клинические, и если мы видим эти нюансы при осмотре, при сборе жалоб и анамнеза, то тогда они требуют определенных диагностических нюансов и своего алгоритма обследования. Что касается стратегии лечения. Здесь говорить можно очень много о том, что, в принципе, есть понятие этапности лечебных мероприятий. И в целом терапия, лечение и место строится по строгим достаточно законам о том, какой подход стоит выбрать в каждом конкретном клиническом случае при той или иной симптоматике. Важно понимать, что должно быть обязательно сочетание терапии компенсирующей, симптоматической терапии. Здесь, конечно, мы говорим о препаратах антихолиностеразных, патогенетической. Здесь мы говорим о глюкокортикостероидной иммуносупрессивной терапии или об истинной иммуносупрессивной терапии цитостатиках или сочетании этих двух вариантах или назначение иммуноглобулина для внутривенного введения или, если говорить о современных препаратах, это назначение тех или иных моноклональных антител. И сочетание неспецифической терапии, в частности, добавление, например, препаратов калия при дефиците калия. И, конечно, если говорить в принципе тоже о еще других принципах лечения миостынии, отличаются подходы в лечении хронического течения заболевания и острого кризового течения миостынии. О тактике лечения можно говорить очень много. Существуют международные и российские рекомендации по лечению. И здесь вот на этом слайде приведена краткая схема тактики лечения по международному консенсусу лечения миостынии. Собственно говоря, после подтверждения диагноза миостынии симптоматическое лечение назначается перед эстегмином броней. И дальше дополнительные, скажем так, дальнейшие стратегии лечения строятся на основании того, с какой клинической формой заболевания мы имеем дело. В том случае, если мы имеем дело с глазной формой миостынии или с миостынией генерализованной очень легкой степени тяжести, в некоторых ситуациях может быть достаточно только назначения симптоматической терапии. Но если она неэффективна, то тогда рекомендуется назначение глюкокортикостероидной терапии. Ну в данной ситуации здесь указан преднизолон, но на практике чаще используется метилированная форма преднизолона предполагается низкодозированная форма по альтернирующей схеме. То есть день приема и день свободный от гормонов. Такая схема назначения глюкокортикостероидной гормонов считается более щадящей для надпочечников для функций надпочечников пациента и она позволяет более долгий срок назначить препараты достаточно с надеждой, что побочные действия глюкокортикостероидной терапии будут не очень выявлены, не очень выражены. В зависимости от того, средней степени выраженности заболевания или тяжелая, здесь уже идет обсуждение того, не стоит ли подключить уже подойти к золотому стандарту лечения мест ими, так называемый золотой стандарт это сочетание глюкокортикостероидных гормонов с азотиаприном. Тем самым препаратом, которым, если вы вспомните, в начале был слайд о том, как изменилось течение заболевания в 19 и 20 веке. тот самый препарат, который внес такое существенное улучшение в жизнь пациентов с миостемией и дал им надежду на то, что они могут обрести качество жизни то, похоже, близкое к тому, которое было у них до болезни. И дальше существует уже много нюансов по тактике лечения, о сочетании, о том, как сочетать препарат, почему мы должны сочетать глюкокортикостероидные препараты с цитостатиками, о том, о плюсах монотерапии того или иного препарата и о минусах монотерапии того или иного препарата, о том, как сочетать, как назначить эту терапию, как контролировать безопасность лечения, это обязательно нужно делать, причем контролировать безопасность лечения нужно не только назначая пациенту, истинные иммуносупрессанты, но и глюкокортикостероидные гормоны. И это тоже я буду отдельно потом на большом семинаре отдельно рассказывать, почему это нужно делать, как это нужно делать, в каком режиме. И, скажем так, те нюансы, на которые стоит обращать внимание и принимать решение о смене глюкокортикостероидной терапии на другой вид терапии, если мы видим те или иные, ну, так называемые красные флаги в состоянии пациента или в результатах его обследования, анализ. Другие варианты. Существуют? Да, конечно, существуют. Есть так называемые препараты резерва, ну, из тех, которые активно используются, можно использовать в нашей стране, это метод Рексат. У него есть сходные показания к назначению, такие же, как у Азотиабрина и Ритоксимаб. Надо понимать, что все эти препараты, они назначаются, к сожалению, тоже оффлейбл для лечения миостынии, поэтому здесь тоже есть много таких, скажем, парамедицинских нюансов. Ритоксимаб показал свою эффективность для рефрактерной миостынии, да, для лечения которой были неэффективны все другие способы методики лечения, да, усердонегативная форма и антимаск форма миостынии, то есть миостынии, связанные с наличием масок антител. Здесь также перечислены различные новые препараты и варианты лечения, но они скорее пока имеют такую, скажем так, литературную значимость, чем они пришли в нашу ежедневную рутинную жизнь неврологов. Что касается хирургического лечения тимоктомии, здесь тоже говорить об этом очень можно много, существует много вопросов на эту тему. Если сказать, времени у нас остается не очень много, поэтому скажу очень-таки пару слов, да, о показаниях. Ну, в первую очередь, и это не обсуждается, конечно, показаниям является наличие опухоли вилочковой железы, подозрением на тимому, вовлечение в процесс краниобульбарной мускулатуры и прогрессирующие течения миостемии. Что касается тимоктомии у детей, ну, я являюсь в первую очередь взрослым неврологом, да, поэтому вот здесь так за скобками специально написала, специально оставлю за скобками, том, что да, в некоторых случаях у детей проводится тимоктомия, но это должна быть очень такие, очень точные, четкие показания, когда это генерализованная форма, крайне тяжелое течение, ну, потому что все-таки у детей вилочковая железа, она имеет очень важное значение для иммуногенеза. Что касается противопоказаний, ну, с первым пунктом, я думаю, что все понятно, тяжелые соматические заболевания, острая фаза, криз, иными словами, да, также тимоктомия, она, как правило, нецелесообразна у пациентов, которые долго болеют миостемии, и при этом заболевание у них очень-очень стабильное. Такие пациенты бывают, поэтому, если вдруг в поле вашего зрения попадает пациент с историями остынии, там, порядка 8-9 лет, при этом у него она абсолютно течет стабильно, нет обострений, никаких вопросов, никаких, там, кризового течения никогда не было, ну, просто да, есть изменения, скажем так, есть персистирующая вилочковая железа, но здесь надо очень сильно подумать, а нужна ли такому пациенту операция. Эффективность тимоктомии при серонегативной форме миостыния такая очень под большим-большим вопросом, и локальная глазная форма, да, если это подтвержденный диагноз, то здесь, как правило, это не показанная операция. Механизмы благоприятного влияния тимоктомии, ну, в общем, достаточно они понятны, это удаление самого источника антигенов, источника антител, кацетилхолиновым рецепторам, ну, и так называемых, я в кавычках, конечно, поставила, ненормальных лимфоцитов. Что касается ошибок терапии, это тоже важный момент, здесь пройдемся только очень, скажем так, коротко, но на самом деле, здесь можно об этом говорить очень-очень много и очень долго. В первую очередь, это, конечно, назначение только монотерапии, симптоматической, да, а только антихолинистеразных препаратов. Да, если течение заболеваний очень-очень-очень легкое, если оно стабильно, если это только эпизодические такие проявления мышечной слабости, да, можно об этом подумать, но, как правило, в большей части случаев требуется уже назначение патогенетической терапии. Второй момент по ошибкам терапии, это резкая отмена антихолинистеразных препаратов при достижении ремиссии, то есть как только ремиссия наступила, как только это бывает, вот у меня были случаи, когда пациенты рассказывали, что как только вот неделю-две я чувствую себя хорошо, мне рекомендовали резко сбросить, резко прекратить терапию. Или пациенты, что тоже нередко бывает, сами прекращают терапию, потому что, ну как же, доктор, если я себя чувствую хорошо, прекрасно, мне же все прошло, значит, препараты мне больше не нужны. И здесь, конечно, уже возникает очень много таких вопросов о том, насколько пациент, о комплайнсе пациент, насколько пациент доверяет врачу, и насколько врач сможет донести пациенту о том, как важно продолжать ту терапию, которая была назначена, и не отменять ее самостоятельно, без консультации с врачом. Ну и вообще, надо сказать, что лечение пациентов с миостынией очень много завязано на том, что таких пациентов требуется, ну скажем так, клинически наблюдать, вести в самом таком классическом значении этого слова на протяжении многих-многих лет. Только так, тогда и врач может погрузиться достаточно в историю пациента и реагировать правильно на изменения его заболевания, картины заболеваний, ну и пациент доверяет врачу, и тогда больше вероятность успеха терапии. Еще одной ошибкой терапии является старт терапии, глипокортикостероидных терапий с резких больших доз. Да, бывают, есть методики назначения пульс-терапии, но, как правило, современные рекомендации они не очень рекомендуют пульс-терапию метилплимезолон. Ошибкой терапии является боязнь переходить или переходить на иммуносупрессирующую терапию или комбинировать глипокортикостероиды с иммуносупрессантами. Это ошибка, потому что длительная терапия глипокортикостероидными гормонами в больших дозировках приводит однозначно к широкому спектру осложнений глипокортикостероидной терапии, бороться с которыми бывает зачастую так же тяжело или даже еще сложнее, чем бороться с проявлениями миостемии. Ну и, конечно, здесь это, скажем так, я сторонник тимоктомии, даже в том случае, если нет тимомы, но есть, например, подозрения на задержку инволюции тимоса. То есть ошибочно и, в общем-то, это не только мое мнение, я транслирую, это, скажем так, мнение, которое транслируется во всех гайдлайнах по лечению миостемии. ошибочно не обсуждать с пациентами моложе 40-45 лет, с теми пациентами, у которых нет тимомы, ошибочно не обсуждать возможность выполнения тимоктомии. Это очень важно. Ну, что касается целей и эффективности лечения, я очень люблю эти два старых слайда, но на самом деле здесь можно говорить очень много, но достаточно только взглянуть на слайд пациента с миостемией с проявлением глоточно-лицевой миостемии до назначения терапии и после. Целью и эффективностью лечения является возможность быть клинически полное выздоровление, это без медикаментозной ремиссии, такие пациенты, такие случаи бывают. Этот вопрос очень часто задают пациент о том, как же, доктор, что же вы ждете, какая же будет эффективность лечения. Здесь есть много нюансов, которые нужно обсуждать и зависит о том, когда дебютировало заболевание, как оно текло, как была ли произведена тимоктомия, как быстро, какое полечение получал пациент, о том, какая форма миостемии, серологическая какая форма миостемии, серопозитивная, серонегативная или маска миостемии. Здесь много нюансов. Может быть, результатом лечения незначительное улучшение состояния, да, или отсутствие улучшения состояния. К сожалению, мы не волшебники и мир не волшебный, поэтому бывают и встречаются рефракторные тяжелые формы миостемии. Что касается изолированной эффективности тимоктомии, она в настоящее время считает эффективна где-то на 50-60% достаточно высокий процент эффективности. Что бы мне хотелось еще сказать? На самом деле сказать я могу очень много и я буду говорить, буду делиться своим практическим опытом, который я приобретала не только в России, но и за рубежом. Я училась в Меостемическом центре в Каролинском институте в Стокольме, там защищала диссертацию по теме Меостемии, и в Петербурге веду уже много лет прием пациентов с Меостемии, долгое время читала лекции для врачей в программе последипломного образования по теме Меостемии, поэтому говорить я буду много, долго, с интересом на семинаре, который пройдет 9 октября, который будет называться в общем-то так же, как и сегодняшний современный аспект Меостемии, но будет, как видите, не будет понятия базовое место, базовое знание, и будет очень практико-ориентированным, без глубоких, скажем так, он будет практико-ориентированным тем, и очень практично выстроенным для того, чтобы можно было знание, полученное в процессе обучения, уже применять на практике. Будем обсуждать много нюансов, нюансов того, как назначать терапию, как подбирать, как снижать дозу, нюансов диагностики, очень много, поговорим о том, как планировать беременность, и вообще обсуждать с пациентами репродуктивные планы, потому что это очень важно при выборе терапии, потому что важно проговорить все заранее, важно уметь ответить на вопросы пациентов и пациенток, потому что они задают очень много их на эти вопросы. Как вы помните, первый пик заболеваемости приходится на возраст 20-40 лет, и в этом возрасте лидирует как раз женщина, и это очень репродуктивный, поэтому с этим вопросом приходится очень часто сталкиваться. Поэтому эти вопросы тоже будем подробно обсуждать. Максимально буду широко освещать вопросы и современных нюансов лечения и планов, которые есть, и поговорим про текущие актуальные вопросы, в частности, которые связаны и с, скажем так, с тактикой лечения места не в рамках существующей пандемии ковид. В общем, будет очень интересно. Обращаю ваше внимание, что если вы зарегистрируетесь на семинар, который будет проведен очно и онлайн 9 октября в период с 9 сентября по 23 сентября, то вам обещают скидку 30%. Мне кажется, это очень хорошее предложение. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада увидеть их в чате. Всегда радостно предлагаю обратиться с вопросами ко мне в Инстаграм мой профиль Цензерлинг Нейрологи. Стараюсь отвечать на вопросы коллег по тем или иным практическим аспектам лечения миостыни. Я посмотрю в чате, есть ли сейчас вопросы. Пока я не вижу. В любом случае, вы знаете, где меня найти. Я очень благодарна за ваш интерес к теме миостыни и надеюсь увидеться с вами очно или онлайн уже 9 октября. Большое всем спасибо за внимание. спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...